150 наименований продукции готов предложить сегодня хлебозавод жителям города. Белый и черный хлеб, батон, сладкая выпечка, весовая продукция и новинки, в числе которых бездрожжевой хлеб для тех, кто следит за фигурой. Новинки покупают хорошо, только вот знают о них не все. Как строится работа с покупателями и какие проблемы испытывает самый крупный производитель хлеба в регионе, узнали депутаты окружного собрания. Они посетили производственные цеха и пообщались с руководством хлебозавода. Скрежет машин, аромат свежей выпечки и ловкая работа пекарей. Один раскладывает будущие батоны на противень, другой формует докторские хлебцы, третий – замешивая тесто. Григорий готовит основу для дарницкого хлеба вот уже 25 лет. Два вида муки. Первый сорт – ржавная обдирная мука, соль, соответственно, мука, вода и запаски. Все смешивается и получается вот такое тесто на дарницкий хлеб. По словам Григория, рецептура основных сортов хлеба не изменилась с того времени, как он впервые пришел на хлебозавод. Выпекают все по ГОСТу, а значит, вкус хлеба должен быть как в детстве. Однако подводит качество сырья. По словам инженера-технолога предприятия, качество муки по всей стране снижается. Теперь мы стали закупать муку из разных точек. То есть это теперь не мука одного производителя, вот допустим, там рязанский комбинат хлебопродуктов. Нет, мы покупаем муку разных производителей, что позволяет нам делать подсортировки. То есть мы делаем анализы муки и совмещаем потом, какая мука, чтобы качество хлеба оставалось примерно среднее. Вот это позволяет нам более-менее держать качество. А вот держать объемы не получается. Снижается покупательская способность. Сегодня жители города экономят и отдают предпочтение более дешевым сортам хлеба и любимым штучным изделиям. У нас есть кексики разных сортов, разных видов. Коржики, сочни. Там у нас девушка сейчас сделает баранку, есть пряники. За 15 лет работы Ольга Петровна наловчилась быстро формовать булочки и рогалики. Рабочая выпечка, по мнению кондитера, так же вкусна, как и домашняя. Нравится, когда приходишь в магазин или друзья, знакомые хвалят, просят, мало говорят. Вот мутаков всё время говорят, мало. Но нам и так сложно катать. Там такая мелкая работа, трудоёмкая. Помимо качества продукции, депутаты интересовались количеством торговых точек хлебозавода и маркетинговой политикой. По мнению Александра Лутовинова, людям необходимо рассказывать о всех новинках. Нас интересует ассортимент. Нас интересует о том, какие виды хлеба наиболее проблемные, скажем так. Потому что какая линейка, вот 150 видов продукции, но вся ли она на прилавках. С чем это связано, какие объёмы. Они несколько снизились. Но вот эти вещи надо понимать в целом, для того, чтобы мы могли при необходимости помогать нашим производствам. Средняя себестоимость одного килограмма хлеба сегодня составляет 98 рублей. Благодаря окружным субсидиям цена на семь основных сортов хлеба остаётся невысокой. Это ржаной, пшеничный, высшего, первого и второго сортов, дарницкий, окский и украинский. В 2017 году на субсидии хлебозаводу в окружном бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал Север.